В Молдове резко сократилось число желающих привиться от коронавируса. Если еще две недели назад в муниципальном центре вакцинации ежедневно иммунизировали до 100 человек, то в последние дни не больше 50. Чаще всего ставят вторую или третью дозу. Врачи связывают это в том числе с напряженной ситуацией в стране. Между тем, накануне Нацагентство по общественному здоровью объявило, что почти 100 тысяч доз, подаренных Францией препарата Модерна, уничтожат. Истек срок годности. Социалист Владимир Односталко считает, что во всем виновата неэффективное управление системой здравоохранения. 230 тысяч доз вакцины против коронавируса Модерна были подарены и доставлены в Молдову в декабре. 140 тысяч доз были использованы, остальные оказались невостребованными и у них истек срок годности. Эпидемиолог Вячеслав Гуцу заявил, что теперь их остается только уничтожить с помощью хлора. Тем временем, в муниципальный центр вакцинации приходит все меньше людей. Врачи объясняют это психологическими факторами. Говорят, состояние у людей сейчас, когда неспокойно в Украине, да и в экономике проблемы – тревожное, не до вакцин. Ещё одной причиной падения числа желающих иммунизироваться может стать тот факт, что власти исключили ковид-сертификаты в качестве обязательных при определенных действиях документов. А ещё отменилась кампания по вакцинации, которая должна была проходить с 26 февраля по 31 марта. Два саптамыни, в норме, мы имеем ещё до 100 людей по вакцинации. В последние два саптамыни, номер у людей, которые приходят вакцинации, с уничтожением. Депутат-социалист Владимир Односталко считает, что плохое управление системой здравоохранения поставило под угрозу процесс вакцинации. Когда народ французский дарил эту нам вакцину, он надеял это от души. Он надеялся, что он нам поможет. Но ни в коем случае не знал, что здесь сидят люди, которые погубят этот лот. Огромный лот. В 20-х числах декабря прошлого года правительство взяло кредит в 24 миллиона евро на закупку вакцин. 24 миллиона евро. Закупили часть вакцин. А что с ними? Так же мы их выбросим. Почему мы, граждане, должны оплачивать ошибки нынешнего правительства? На вопрос с первого в Молдове в пресс-службе Минздрава пообещали прокомментировать обвинения депутата-социалиста, но к моменту подготовки материала к эфиру ответ так и не пришёл. В то же время пресс-секретарь правительства Анастасия Табурчану заявила нашему телеканалу, что Минздрав подготовит документальный ответ на этот счёт. Между тем, эпидемиолог Вячеслав Гуцу предупреждает, что пандемия не исчезла и призывает людей пройти вакцинацию. 60-70% из европейских пандемии уже администрировали все эти три дозы. Для нас, в Молдове, доза бустер-социалиста, чуть-чуть на 7%. На складах Национального агентства общественного здоровья осталось ещё 350 тысяч дозы вакцины Pfizer, срок действия которой истекает 30 июня, и почти 100 тысяч доз препарата модерна, со сроком до 26 мая. Есть также в запасах сыворотки Синовак и Синофарм годные до следующего года.